хороший результат если уже говорить ближе к делу то есть три таких условно условно можно сказать это не какие-то там научные подходы до 3 подхода к питанию то есть если все ну вот разные подходы как-то классифицировать можно три таких выделить первое это хаотичное питание то есть когда человек особо не думает что он ест есть все подряд в принципе как раз то что писали да хочу есть все вот вот именно в такой формулировки это хаотичное питание часто бывает такое питание в итоге приводит к набору веса либо к другим каким-то последствиям человек здесь особо не думает что когда зачем как он там есть и прочее второй подход гораздо более многочисленный это подход связан с контролем то есть здесь подразумевается что питание свое надо обязательно контролировать разными способами с помощью калорий подсчетов там белков жиров углеводов граммов там гликемического индекса и прочее прочее здесь считается что если не контролировать свое питание то ничего хорошего не получится и куча разных методик как это можно делать и третий подход связан с развитием как раз таки осознанности в питании это подход отличающийся и от хаотичного питания и от питания основанного на контроле то есть с одной стороны я думаю о том что я ем с другой стороны я это не контролирую постоянно чтобы понять как это да ну давайте вот сейчас дальше смотрим но вот это так если образно представить весы дату на одной стороне если будет на одной чаше осознанное питание то на другой как раз все подходы призваны человека контролировать свое питание блокаторы калорий там диеты всевозможные питания по группе крови раздельное питание там диета малышева и прочее 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 в питании это что-то очень противоположное этому всему чтобы понять что такое осознанное питание почему оно противоположно вот еще один слайд методики которые основаны на контроле на ограничениях они как правило представляют из себя чужую систему питания который человек должен следовать чтобы у него получилось вес снизить осознанное питание принципиально до подход который обучает созданию собственной системы питания отличие между чужой и собственной очень серьезные чужая система она создана для других своя создана персонально для вас чужая система ориентирована на правила и рекомендации а своя ориентирована на потребности вашего тела то есть в процессе обучения осознанного питания вы учитесь лучше узнавать собственное тело как оно функционирует что ему хочется что ему нравится и так далее чужая система как правило неизменна ну например вы берете там не знаю диету кого-то валькова или голодание по полю брыгу там уже есть какие-то какая-то система она не меняется надо просто исследовать своя система когда вы ее создаете она конечно же может меняться с возрастом в зависимости от разных жизненных обстоятельств могут в нее какие-то вноситься изменения это абсолютно нормально вот чужая система она предлагает готовые ответы а своя ищет учит точнее находить ответы сам самостоятельно вот это очень важно потому что когда вы берете какой-то готовый ответ вот поначалу ему легко следовать а потом человек понимает что так это ну это не мое это не то что мне лично подходит часто так бывает когда вы ответ находитесь сами внутри себя это не может потом стать не вашим это все время вашим останется вот чужая система чаще всего говорит что питание тела нужно контролировать а своя как раз вот основана на осознанном питании учит слышать тело и развивать в питании осознанность и смысленность чужая система как правило содержит какие-либо запреты а своя как раз таки учит питаться без запретов потому что как только вы себе начинаете что-то запрещать начинается сразу путь к срыву ну и важное отличие что чужая система ориентирована как правило на быстрый результат там похудеть за неделю за две за месяц похудеть к лету там к отпуску своя система ориентирована на всю жизнь то есть я развиваю осознанность осознанность питания предполагая что я потом будут в том же духе действовать всю свою жизнь вот поэтому да осознанное питание это про то как создать свою систему питание в первую очередь если более конкретно то это подход осознанное питание да это подход обучающий человека созданию собственной комфортной и безопасной системы питания за счет развития больше чувствительности и внимательности к еде к собственному телу собственным чувствам и мыслям то есть во первых создание именно собственной системы в чем ее плюс его только что да я обозначил во вторых развитие больше чувствительности и внимательности к очень важным сферам жизни это сфера питания непосредственно потому что каждый из нас ест каждый день эта сфера связана с телом с его разными ощущениями процессами потому что питание во многом это процесс физиологический и чем лучше я понимаю свое тело тем легче мне настроить комфортную для меня систему питания вот в третьих это сфера чувств и эмоций а чувства и эмоции напрямую зависят и связаны с пищевым поведением ну вот эта самая банальная фраза да заедаю стресс и там заедаю проблемы в частности вот да про связь эмоции еды и наконец еще одна сфера это сфера наших мыслей установок убеждений это тоже очень сильно с темой веса связанным чем мы конкретно с вами будем заниматься мы с вами пройдемся вот по такому так называемому циклу осознанного питания теченью всех наших занятий цикл осознанного питания представляет из себя последовательность вопросов которые на самом деле Каждый из нас интуитивно задает себе каждый день в процессе до или после еды. То есть само питание начинается с этих вопросов и потом ими заканчивается. Все начинается с вопроса, зачем я ем. Зачем я ем? С одной стороны, кажется, здесь все очевидно. Ну как, зачем я ем? Чтобы получить энергию, чтобы получить удовольствие, строительный материал. Да, еда дает. А с другой стороны, здесь все очень не очевидно. Потому что, да, еда это базовая физиологическая потребность. Без еды человек долго прожить не может. С другой стороны, очень много бывает случаев, когда я ем в те моменты, в которые эта самая физиологическая потребность вообще напрочь отсутствует. А я все равно еду есть. Простой вопрос вам задам. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если у вас бывают такие ситуации, когда вы точно понимаете, что ваш желудок сейчас сыт, то есть вы есть не хотите. А в то же время вы есть хотите. У вас есть мысли про еду, вам хочется что-то съесть. Хотя, ну, точно вы понимаете, что сейчас тело ваше не испытывает голод. Идете ли вы есть в этот момент или как-то начинаете бороться с этим состоянием, это уже другой вопрос. Это вот про вопрос, в частности, да, про вопрос, зачем я ем. То есть, с другими потребностями физиологическими такого обычно не возникает вопроса. Если я хочу пить, я себя не спрашиваю, почему я, зачем я пошел себе воду наливать. Тут и так все очевидно. Если я хочу спать и пошел ложиться спать, я себя не спрашиваю, почему я сейчас пошел спать. А вот если я пошел есть, то это не всегда далеко означает, что действительно сейчас есть потребность в пище. Еда может употребляться со множеством других целей, вообще не связанных никак с нашим телом, с физиологией. И поэтому, если я не умею, не знаю, как ответить, или неправильно отвечаю на вопрос, зачем я ем, будут возникать проблемы с питанием, но и чаще всего с весом тоже. Вот, поэтому про это мы будем говорить. Это вопрос очень такой непростой, в то же время интересный. Мы его в середине будем наше занятие разбирать, в середине нашей группы, не с самого начала. Вопрос, о котором мы сегодня поговорим, это вопрос, когда я ем. Это вопрос про своевременность питания, когда надо есть. Как понять вообще, когда надо есть. Вот, это очень важно, потому что если я ем не своевременно, обязательно будут наступать свои последствия. Какие, мы тоже сегодня с вами будем говорить. Тоже маленький пример, поставьте, пожалуйста, плюсик, если у вас такое бывало, бывает, что вы почувствовали голод, на этот раз точно это голод прямо реальный, да, телесный, но вы не пошли по каким-то причинам есть, а поели только спустя час, два, там, три и более. То есть голод почувствовали сейчас, а поели только спустя час, два, три или более. То есть, это вот один из примеров, ну, как, несвоевременного питания, да, то есть, когда я даю пищу себе не вовремя. Следующий вопрос важный, это вопрос, что я ем. И это в первую очередь вопрос про то, как я понимаю, какая еда сейчас мне нужна. И тут тоже очень много интересного, и когда мы будем с вами разобирать, вы это заметите. В частности, обнаруживается, что у каждого практически человека есть собственное представление о том, что надо есть. Например, надо есть то, что полезно, надо есть то, что где меньше калорий, вот какие-то конкретные продукты надо есть, а вот эти, наоборот, не надо есть. Надо есть раздельно, да, или надо есть сытно, или главное, чтобы было повкуснее, или там главное, чтобы было обезжирено, ни в коем случае, чтобы там жира, ни грамма не было, да, ни одного процента, и так далее, и так далее. То есть, на выбор пищи влияет наше представление о том, что мы считаем правильным, ну, в плане вот еды. И иногда то, что мы считаем правильным, таковым, наоборот, ну, совсем не является. Допустим, бывало у вас такое, что вы в какой-то из приемов пищи вы выбирали еду только по принципу, что менее калорийно. То есть, брали из разных там вариантов, выбирали то, что менее калорийно. И только, например, этим руководствовались. Ну, в какой-то раз я не говорю, что это постоянно так у вас происходит. Бывало ли такое? В какой-то раз вы вот именно так выбирали. То есть, мысль о том, где меньше калорий, была первичной. А то, насколько там это вкусно, невкусно, полезно, не полезно, это уже там вторично было. Тогда получается, еще вот у нас присоединяется участница, тоже добрый вечер. Получается, что каждый день, когда я выбираю, что я буду есть, а я выбираю это не просто так, а по каким-то причинам. Часто эти причины человеком не осознаются. А если осознаются, то часто он считает их правильными и считает, что так и надо. Однако, это далеко не всегда так. Вот, еще один вопрос из цикла осознанного питания, это вопрос, как я ем? То есть, это вопрос про процесс приема пищи, как я ем? Быстро или медленно? Один или с кем-то? В какой атмосфере я чаще всего ем? Ем ли я в уединении, или есть какие-то раздражители, типа там телевизора, внешних, да, телевизора, радио, там, компьютера и так далее. Вот, это тоже очень важно. Это будет влиять на процесс приема пищи, однозначно. Ну, про это с вами будем говорить. И еще один вопрос важный, это вопрос, сколько я ем? Сколько я ем и с каким результатом, скажем так? В частности, это вопрос, как вы понимаете, что пора остановиться? Тут тоже очень много разных теорий, способов, рекомендаций, сколько надо съедать вообще еды. И опять же, можно либо правильно отвечать на этот вопрос, да, либо неправильно. Один из неправильных вариантов, например, это когда я ем, 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 и вообще не ощущаю чувства сытости. То есть, я не понимаю, когда пора остановиться. Я останавливаюсь только тогда, когда я уже переел. Бывало у вас такое? То есть, вы ели, и вы не могли сигнал сытости почувствовать. Как-то не замечали его. А когда почувствовали, оказалось, что это уже не сытость, а уже вы переели. Уже плохо стало. То есть, про это тоже будем говорить. И, наконец, еще один вопрос. Это вопрос, куда я ем, или, другими словами, куда я трачу энергию, которую я получаю от пищи. Причем, и в прямом, и в переносном смысле. В прямом смысле, куда я получаю вот эту вот физическую энергию, потому что еда – это энергия. На что я ее трачу, в частности, это вопрос про уровень физической активности. А в переносном смысле, куда я трачу энергию своей жизни. На какие чувства, на какие отношения, на какие дела. на реализацию каких смыслов, там, идей и так далее. Частично мы тоже этого вопроса будем касаться с вами. Соответственно, если научиться правильно отвечать на все эти вопросы, цикл осознанного питания, тогда можно сказать, что питание станет действительно осознанным и уже не придется контролировать его, не придется как-то себя ограничивать, и так далее, и так далее, и так далее. И срывов в таком случае, да, ну, быть тоже не может, потому что, если вы начинаете питаться более осознанно, вы понимаете, что вам это больше нравится, вы сами здесь себе хозяин, да, сорваться можно только с какой-то чужой системой питания. Со своей вы не сорветесь, здесь можно просто как-то модифицировать, да, замечать, что что-то меняется в процессе, что-то добавлять, как вот конструктор как-то, да, вот по-разному, разные конфигурации выстраивать, но это всегда останется вашей системой питания, с которой просто некуда срываться. Вот таким вот образом. ну, и, собственно говоря, давайте переходить уже ближе к делу, да, сегодня мы поговорим про вопрос, когда я ем, и я бы вас хотел спросить для начала, как вы сами вообще для себя определяете и понимаете, когда пора идти есть, что для вас является, ну, таким, правильным ответом на этот вопрос, когда, как вы, лично вы, как понимаете, когда надо идти есть. Не в теории, где-то там, да, а вот лично вы как это понимаете. секунду окно приоткрою. каждые три с половиной, четыре часа, то есть, в данном случае, вы, ну, как бы на время опираетесь, то есть, время для вас тут основной такой пусковой момент, говорящий о том, когда надо пойти поесть. когда чувствую голод, погода. 문제는 в заднем, ну, 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 Ирина, как у вас? Ирина, как у вас? Угу. Ну, да, смотрите. Поскольку еда – это потребность физиологическая, то природа, она предусмотрела механизмы регуляции этой потребности. И один из важных механизмов – это как раз чувство голода. То есть в норме сигналом к тому, что пора есть, является ощущение голода. Это набор определенных ощущений в желудке, там подсасывание, урчание, пустоты. Это на биохимическом уровне снижение уровня глюкозы в крови. И по большому счету ответ-то простой. То есть надо идти есть просто каждый раз, когда я чувствую голод. Вот и все. То есть идти есть каждый раз, когда я чувствую голод. То есть ответ на вот этот вот один из вопросов из этого цикла, когда я ем, он очень простой. С одной стороны, да. Надо есть просто каждый раз, когда я чувствую голод. Но если мы начнем с вами его анализировать, этот ответ, то сразу обнаружится несколько, ну, достаточно частых трудностей. Первая трудность – это что делать, если я редко чувствую ощущение голода. Вот напишите, пожалуйста, сколько раз в день, как правило, сколько раз в день вы чувствуете именно голод. То есть именно вот такие ощущения – подсасывание, вручание, пустоты в желудке. Неважно, сильный ли это голод или, может быть, легкий голод, но именно вот голод. То есть не аппетит, не желание там заесть, стрессы, эмоции, а вот именно такой голод. Так, два раза в сутки, до шести раз. Ага. Сколько раз чувствуете именно такой физиологический голод? Да, вот и получается, что, например, допустим, Таня, да, и Ирина пишут, что там два раза в сутки. Тогда что получается? Если есть каждый раз, когда чувствуешь голод, то в данном случае Таня и Ирина должны есть всего два раза в день. Однако очевидно, что если будешь есть два раза в день, этого, ну, недостаточно. И это скорее приведет к набору веса, нежели к снижению веса. То есть вот первая проблема, которая здесь есть, это проблема про то, что не все люди одинаково чувствительны к этим сигналам голода. То есть голод приходит к каждому из нас действительно примерно одинаково. В среднем где-то каждые четыре, там, четыре с половиной часа, плюс-минус. А вот чувствительность к этим сигналам, она у всех разная. То есть, условно говоря, в какие-то моменты я могу просто не чувствовать, что действительно мой организм голоден. Хотя на самом деле он будет голоден. Ну, как бы тут надо тогда понимать, что тогда делать в этих ситуациях. Сегодня мы тоже про это поговорим. Вторая проблема, тоже достаточно серьезная, это что делать, если вы чувствуете голод, но по каким-то причинам не можете пойти поесть. Вот, напишите, бывает у вас такое, если бывает, то какие это обычно причины? Когда вы голод почувствовали, ну, что-то вот помешало вам пойти поесть. Как часто это бывает и по каким обычно причинам возникает? А, Юля, ну, а во время работы, что конкретно-то мешает там поесть? Какие конкретно причины? Один вопрос. ну вот я на хорошо если так это очень здорово что такого не бывает политически так оксана вы это присоединились потом отключились вы с нами с нами не с нами а нечем перекусить и не успела взять с собой утром забыла ну то есть у кого-то да у кого-то нет да но тем не менее бывает и такая проблема у кого-то причем она достаточно серьезно что голод я ощущаю могу ощущать его регулярно но не каждый раз его удаляем сразу да ирина да так тоже вот бывает и еще одна проблема связана вот казалось бы простым ответом на этот вопрос что когда есть да просто ешь когда голоден это проблема но вот в отличие от предыдущей да когда вроде какие-то объективные причины чтобы не поесть там клиенты или не взяли с собой что то 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 вот третья проблема это когда вы голод чувствуете но субъективные какие-то причины вам не дают пойти поесть в частности речь идет о разного рода установках стереотипах относительно того когда можно есть а когда есть нельзя ну например у кого-то есть установка что нельзя есть после шести вечера у кого-то в более мягком варианте установка что там нельзя есть перед сном или там за три часа например до сна у кого-то бывает такое убеждение что если вы вдруг вчера по каким-то причинам переели то сегодня чувствуя голод вы вполне можете потерпеть и даже это будет очень хорошо если сегодня ощущая голод вы будете его терпеть а не идти сразу утолять бывают какие-то такие мысли не обязательно что все вместе там может быть какая-то одна из них или иногда еще такая бывает история что человек ощущает голод и к нему приходит мысль он как бы сам себе говорит какой-то внутренний голос ему говорит вот смотри ты такая вот толстая жирная некрасивая тебе вообще надо похудеть а ты сейчас чувство голод собралась есть и вот если ты сейчас не пойдешь есть а наоборот будешь терпеть голод то ты сделаешь лучшее сейчас для себя а если ты пойдешь есть ты пойдешь на поводу голода и дальше будешь толстеть как на дрожжах ну я может быть так грубо очень говорю да хотя и иногда некоторые клиенты они рассказывают как они к себе относятся да и что они себе говорят и там гораздо все хуже и грубее да вот иногда такие бывают моменты тоже поэтому казалось бы казалось бы простой ответ вот этот вопрос когда есть для многих превращается в очень непростой ответ и пока с этим не разобраться не разберетесь вы да дальше что-то там с рационом работать смотреть что мне можно есть как есть сколько бессмысленно потому что в каком-то смысле вопрос когда я ем от него вот ну дальнейшее очень многое будет зависеть поэтому фактически задача на ближайшие вот ну несколько дней да начать кормить себя по чувству голода каждый раз когда возникает чувство голода вот чтобы было более понятно как отслеживать это самое чувство голода давайте сейчас такую вот картинку небольшую покажу ее просто можно использовать как подсказку как подсказку если представить что это такая чаша в разрезе всем картинку видно поставьте плюсик если видно то иногда у кого-то бывают трудности какие-то с отображением ну вот замечательно если представить что это чаша в разрезе шар ну или мячик отображает то состояние в котором например вы сейчас находитесь внизу состояние равновесия то есть состояние не голоден не сыт и по разные стороны будут как бы нарастающий голод и наоборот увеличивающаяся сытость вот давайте предположим что вы поели прошло чуть-чуть времени и наступило состояние вот как раз этого равновесия то есть вы чувствуете что вы и не сыты уже но еще и не голодны если начать двигаться в правую сторону от этого состояния то есть проходит какое-то время еда переваривается и вы начинаете испытывать легкий голод легкий голод это ну как бы просто как предчувствие такое что вроде бы я уже захотеваю потихонечку есть каких-то явных ощущений еще нет в желудке возможно даже в этот момент или они очень-очень такие слабые состояние такого легкого голода если в этот момент вы не поели проходит какое-то время возникает уже явно ощущаемый голод которому соответствует обычно как раз ощущение в желудке подсасывания пустоты урчания упадок сил определенный то есть это момент когда вы четко можете все сказать да вот я уже чувствую я хочу есть это состояние некомфортное некомфортное да в то же время оно вполне переносимо ну то есть это не так что мозги отключаются и больше ни о чем думать не можете но однако оно некомфортное субъективно ощущается как некомфортно если вы не едите еще проходит какое-то время и явный голод уже превращается в сильный голод при сильном голоде как правило кроме вот первичных признаков ощущения пустоты подсасывания и так далее в желудке добавляются так называемые вторичные признаки голода это головокружение тошнота повышенное слюноотделение еще более сильная слабость состояние раздражительности тоже на эмоциональном плане сильный голод в этот момент уже ну практически думать о чем-то еще сложно сильно-сильно хотите есть но если вы в этот момент не поели еще проходит время там возникает уже практически никак не контролируемое состояние жора когда как говорится съедается все что не прибито все что прибито отрывается и тоже съедается или это еще можно сравнить с состоянием говорят в состоянии эффекта человек что-то сделал да вот состояние эффекта то есть не отражая что как без разницы в этот момент как правило что есть вот действительно хоть что человек съест просто неконтролируемый жор и как правило в больших количествах естся вот и соответственно если мы наоборот влево пойдем от состояния равновесия вот вы стали есть и в какой-то момент вы испытали легкую сытость легкая сытость когда вы почувствовали что в вашем желудке что-то появилось вот не было было пусто да тут что-то появилось например там ложка каши там дорого или чего-то еще легкая легкая сытость если вы идите дальше легкая сытость меняется явной сытостью когда вы чувствуете что в желудок уже вас ваш наполнен вы чувствуете комфорт тепло прилив сил вы чувствуете что вы наелись и очень важно что это состояние ощущается как комфортное эмоционально комфортное состояние а вот если вы дальше продолжаете есть возникает уже ощущение переедания и это состояние дискомфортное тяжесть в желудке да может быть какие-то еще неприятные ощущения упадок сил там и так далее вот и если есть еще дальше тогда возникает уже сильный дискомфорт тяжесть сильная состояние уже не просто переел уже там извиняюсь обожрался вот и вот причем тут эти шарики вот если предположить что вы шарик ставите вот на уровне например явного голда если это чаша в разрезе да ставите и отпускаете то под действием силы тяжести он покатится вниз да и по инерции докатится примерно до такого же противоположного до такой же противоположной отметки которая будет соответствовать уровню например явно ощущаемой сытости то есть короче говоря если вы пошли есть состояние явного голода голода сытость легкую или явную вам тоже почувствовать легче и в этот момент остановиться верно также обратное если вы остановились почувствуя явной сытости то есть не переели то в следующий раз заметить состояние легкого или явного голода вам будет легче то есть вам легче будет распознать нормальное чувство голода и вовремя пойти поесть угу другая ситуация может быть кому-то более знакомая когда вы терпели-терпели по разным причинам не ели и пошли есть только когда уже у вас неконтролируемый жор и это все равно что вы с самого края чаши самого верхнего края да пустили этот шарик то по законам инерции он докатится скорее всего до противоположного края он не становится где-то на уровне там явной легкой сытости то есть если вы пошли есть в состоянии сильного голода с очень большой вероятностью вы переедите и это не зависит там от силы воли от каких-то психологических причин эмоциональных а у любого человека будет так происходить практически у любого ну просто кто-то чуть больше переезд кто-то чуть меньше и стройный человек и полный неважно и мужчины и женщины там то есть если вы сильно накопили голод с очень большой вероятностью вы переедите вам трудно будет остановиться вовремя но это еще пол беды а вторые пол беды что если вы сильно переели ну представьте вы просто вот переели обожрались в хлам проходит время там часа четыре пять все равно эта еда переварилась в желудке так или иначе и снова возникает легкий голод скажите пожалуйста после того как вы сильно переели выше или ниже вероятность что вы почувствовав легкий или явный голод пойдете снова есть если учитывать что вы до этого там четыре пять часов назад конкретно переели чуть сильно вероятность того что вы затем вовремя ощутите голод и покормите себя она увеличится или уменьшится на ваш взгляд да вероятность того что вы вовремя себя себя покормить она уменьшится и здесь уже чисто психологически как раз таки если вот переедание на фоне накопленного голода оно физиологически обусловлено там психология ну ни при чем в каком-то плане да другой вопрос почему вы накопили голода там могут быть и психологические причины но если вы уж его накопили то скорее всего вы объедитесь чисто физиологически а вот если вы объелись то потом снова довести себя до голода здесь уже больше работает психология каким образом представьте что вы сильно переели и вот и вам плохо вы себя вините да там называете последними словами там так далее и вот через 4-5 часов вы начинаете чувствовать легкий голос то есть вам как бы тело говорит что мне снова пора есть а в голове что сидит какая мысль слушай ты и так недавно обожралась и ты сейчас снова собираешься что ли есть ты ну как бы имей совесть то вообще куда тебе ты посмотри просто на себя в зеркало да и человек не идет есть хотя тело ему может даже вполне сигнализировать что пора вообще а еще хуже ситуация когда он даже не ощущает этих сигналов голода и тем более он уверен что есть и не надо и проходит 5-6 там 7 часов а он радостным что вот он не ест он как бы реабилитируется после переедания а на самом деле он снова накапливает голод чтобы потом снова переесть и некоторые в таком замкнутом круге и живут накапливают накапливают потом объедаются из-за того что объедаются им сложно потом вовремя поесть они снова накапливают а раз они не накопили им сложно вовремя остановиться они снова переедают вот поэтому идея основная здесь какая есть когда голод но не просто когда голод а есть когда у вас легкий либо явный голод то есть стараться отслеживать именно вот эти состояния не доводя то состояние сильного голода ну и уж тем более жора какие последствия будут если вы покормили себя не вовремя то есть ну как накопили голод последствия очень конкретные наступают вот поэтому тут важно понимать что если вы кормите себя не вовремя игнорируя сигналы голода неважно по каким причинам то последствия все равно наступят вы можете себе себе или мне объяснять что вот у меня клиенты вот у меня такая работа а вот я забыла себе поесть а вот я там в дороге а вот там еще что то еще что то да но вашему телу поверьте ему абсолютно без разницы по каким причинам вы не удовлетворили одну из его базовых потребностей она в этом плане думает достаточно просто если эта потребность не удовлетворяется в пище начинают включаются санкции какие то есть первая санкция это увеличивается риск переедания то о чем сейчас вот мы говорим но это не все вторая санкция трудно понять что я хочу есть на самом деле то есть на фоне сильного голода очень трудно услышать потребность организма в том какая еда еда ему на самом деле нужно почему просто вспомните свой опыт вот когда вы сильно сильно хотите есть на какую еду обычно тянет в этот момент вот когда вы сильно проголодались не легкий там или явный голод а вот как раз уже вот просто сильно хотите есть и например идете там по улице заходите в магазин или там мимо какого-нибудь и оскор с едой на что потянет в первую очередь таких ситуациях это хорошо если на мясо супчик вас потянет но не всех тянет на мясо и супчик таких ситуациях если например у вас такой выбор вот вы сильно очень голодные у вас такой выбор вот вы можете сейчас прямо купить шоколадку и прямо сейчас уже почувствовать сытость да еще и удовольствие получить или же вы можете сейчас зайти в кафе и взять там супчик с мясом но вам какое-то время придется в очереди постоять потом пока вы будете расплачиваться потом пока вы сядете и пока вы еще будете есть не сразу это еда начнет перевариваться и усваиваться а спустя то может быть 10-15 минут и только тогда вы начнете ощущать сытость и и в ситуации если вы сильно голодны сильно-сильно да что вы выберете вот вот как бы про просто речь то да то есть инстинктивно начинает тянуть на сладкое часто по крайней мере почему таких ситуациях потому что глюкоза она уже в полости рта начинает частично всасываться и мы ощущаем насыщение быстрое насыщение это не значит что это та еда которая сейчас нужна организму это значит что это та еда которая быстрее утолит голл потому что голод Состояние очень неприятное, сильный голод. Поэтому трудно понять, что я хочу есть на самом деле в такие моменты. Потому что истинные потребности организма будут перебиваться вот этой потребности побыстрее утолить голод чем-то сладким. Если вы в таких ситуациях можете все-таки съедать ту еду, которая более-менее там сытная, то что действительно организму хочется, это хорошо. Однако такой риск он все равно существует. То есть первое это увеличение риска переедания. Второе, тяжелее понять становится, что я хочу. Можно понять, но тяжелее все-таки. Ну да, как вариант, да, какой-то такой, например, сок, который и не перебьет чувство голода. Что потом, как после шоколада, да, что вообще не захочется есть. Но и все-таки немножко снизить это чувство. И еще один риск накопления голода, когда я не вовремя себя кормлю, его обычно незаметно сразу, это замедление обмена веществ. То есть если я себя кормлю не своевременно, и это происходит регулярно, то постепенно начинает замедляться обмен веществ. То есть организм переходит в режим запасания. Ну, я думаю, что это вы и так знали, да, достаточно известный такой факт. Ну, а тем не менее. Вот. Поэтому первое у нас такое будет с вами задание до следующего раза. Но оно вообще, как бы, на будущее, но и конкретно до следующего раза, да, это начать кормить себя своевременно. Есть, когда голод. Реализовано оно, оно может быть, двумя путями. Первое. Когда вы чувствуете ощущение голода, особенно легкого или явного, да, надо просто пойти поесть. Сразу же, или хотя бы, ну, в течение, там, 15-20 минут. Чтоб не было большого интервала. А либо, если вы не чувствуете голода физического, а видите уже, что прошло 4-5-6 часов и так далее, то вот тогда надо поесть хотя бы часа через 4-4 с половиной, не позже. Даже если чувства голода нет. Хотя бы что-то съесть. Вот, Ирина, по поводу движения. Движение тоже влияет на обмен веществ. Но питание влияет гораздо больше. Например, есть такое понятие, как пищевой термогенез. Это способность пищи усиливать обмен веществ. Так вот, если у вас есть хороший, нормальный, сытный, горячий завтрак, ну, ежедневно, то после него обмен веществ усиливается примерно на 15-20% в течение где-то 2-3 часов. То есть, если ваш организм, например, стандартно работает в режиме, допустим, таких энергозатрат 2000 килокалорий в сутки, например, тратит ваш организм, то вот где-то спустя 2-3 часа после горячего, сытного завтрака он будет работать в режиме где-то, предположим, 2400 килокалорий в сутки. Угу. Вот. То есть, за это время он больше потратит энергии только из-за того, что вы просто по-другому поели. То есть, поели горячий нормальный дурк. На самом деле, это справедливо также для горячего обеда, для горячего ужина, да, для горячей, сытной еды. Но про завтрак здесь более принципиально. Еще и тем, что от завтрака зависит в целом, как ваше пищевое поведение в течение дня сложится. То есть, завтрак в этом плане всему голова. Завтрак, я имею в виду прием пищи, который происходит не позже полутора часов после того, как вы проснулись. Не позднее полутора часов после того, как вы проснулись. Если вы поели холодное что-то, ну или просто комнатной температуры, да, такого эффекта не наступает. Поэтому еда, в частности, регулярное питание, своевременное питание, гораздо больше влияет на обмен веществ, чем физическая активность. Однако про активность мы тоже поговорим. Там как бы другой момент есть. Активность физическая больше важна не с точки зрения усиления обмена веществ, а по другим причинам, по каким мы будем еще с вами говорить. То есть начать кормить себя своевременно. Очень удобно и полезно, по крайней мере, в течение первого хотя бы месяца, для кого-то в течение первых нескольких месяцев, не просто сидеть и хотеть осознанно питаться, что я вот хочу сейчас начать себя своевременно. А конкретно использовать конкретный эффективный инструмент для самоанализа и для формирования навыков осознанного питания. Этот инструмент называется дневник питания. В большинстве самых разных систем снижения веса присутствуют дневники питания, только везде они разные. А в нашем случае это будет очень такой необычный дневник, где ничего считать не нужно будет. То есть ни калорий, ни граммов, ни белки, жиры, углеводы, ни гликемический индекс. Этого ничего считать не нужно будет. Это будет больше дневник самонаблюдения за вашим питанием. Выглядеть он будет следующим образом. Сейчас я покажу, чтобы сразу было понятно. Выглядеть он будет вот таким образом. У него получается 6 колонок. Первая колонка она очень простая. Там просто вы пишете дату, время подъема и время отхода ко сну. Тут все просто. А следующие 5 колонок они соответствуют вот этим основным вопросом цикла осознанного питания. Зачем я ем? Когда? Что? Как? Сколько? С каким результатом? И мы с вами договоримся, что будем все делать постепенно, последовательно. Поэтому пока вы заполняете только первую колонку понятно. Из основных пока вы только заполняете две колонки. Когда я ем и что я ем. И то в колонке что я ем вы просто пишете фактически ту еду, которую вы съели. что-то там анализировать пока не надо. А вот в колонке когда я ем вы пишете реальное время когда вы покушали. Уровень голода который был в этот момент например легкий явный сильный может быть не было голода и вы поели по времени. Тогда тоже зафиксировать. И здесь же вы можете сделать короткую пометку ну или может быть где-то на полях там сношку по каким причинам допустим не удалось себя вовремя покормить если такое будет происходить. Например если вы почувствовали как в этом примере в 3 часа сильный голод тогда надо написать почему вы себя довели до состояния сильного голода почему вы не поели своевременно своевременно и например если вот конкретно вот этот пример анализировать который здесь в дневнике да то здесь ответ он вполне очевидный почему человек в 3 часа почувствовал сильный голод потому что до этого нормальная еда была только в 7.30 в 10.30 банан это перекус который очень быстро переваривается чай с печеньками это тоже перекус который быстро переваривается и фактически там с полдвенадцатого до трех да копился голод поэтому здесь он что в 3 часа да уже сильный голод значит Ирина смотрите в первой колонке время сна имеется ввиду время отхода ко сну то есть время когда вы встали утром и время когда вы пошли спать чтобы можно было отследить когда вы поели первый раз когда вы поели последний раз вот есть всегда когда голод это с одной стороны право а с другой стороны обязанность ну обязанность то есть вы должны себя покормить чувство голод несмотря ни на что какие бы там не были причины да препятствия это не всегда удобно конечно же бывает да иногда окружающие люди против там близкие или там коллеги там или еще клиенты вот но это обязанность ваша покормить себя вовремя с другой стороны это ваше право это означает что в любой момент в любой ситуации где бы вы не почувствовали голод вы имеете полное моральное право поесть например если это 10 вечера вы можете поесть если вы голод почувствовали если вы ложитесь в 2 часа ночи и в час ночи вы почувствовали легкий голод вы имеете полное право пойти поесть если вы например встали ночью проснулись спонтанно пошли в туалет и пока шли вдруг ощутили что у вас есть легкое чувство голода вы имеете полное право пойти там есть там ложку творога там или чего-нибудь еще потому что это голод если голод надо есть то есть никаких там не есть после 6 не есть за три часа до сна не есть первые там 3-4 часа после сна то есть это вот как бы полный бред то есть основное здесь это основной регулятор это ваше тело голод есть если четко вы понимаете что да это именно голод надо поесть а вот ирина по поводу того что лучше не начинать да вот это как раз надо разбираться что это за такая установка почему есть тревога что если я немножечко съем будучи голодный то я не смогу остановиться откуда такая тревога собственно говоря ведь часто я речь веду про состояние легкого или явного голода когда вы не сильно накопили голод то есть если вы например ночью реально ночью вот проснулись пошли в туалет в то же время почувствовали что вы немножко голодны и вы пошли съели ложку творога то это вообще абсолютно нормально для вашего тела легли себе спокойно и дальше уснули а если вы пошли съели ложку творога и после этого началось там вы съели еще плавленый сырок а потом глазированный там да потом пол палки колбасы а потом это потом это то тут уже точно дело не в физиологической потребности а в эмоциональном состоянии что это очень какие то должны быть серьезные психологические причины чтобы так сделать в момент когда у вас реально был легкий просто голод вот но мы про это будем говорить и это скорее всего тут уже вопрос про психологические причины это совсем друг но как другая история мы ее тоже будем касаться дальше но я говорю мы про это отдельно будем говорить просто чтобы сейчас все в кучу не смешивать пока просто то есть пока вся задача начать по возможности себя своевременно кормить то есть выстроить вот такую систему чтобы у вас голод не накапливался это очень важно есть люди которые больны сахарным диабетом инсулин зависимым этим людям людям регулярно надо ставить себе инсулин потому что если они не поставят себе то в итоге они вообще просто могут умереть то есть связь там очевидно между тем вовремя человек сделал это действие и тем как он себя будет ощущать после вот представьте что когда вы когда организм ваш проголодался вы себя вовремя не покормили это все равно что человеку больному диабетом не поставить себе инсулин только он почувствует впоследствии сразу же а вы почувствуете через некоторое время не сразу же и поэтому часто создается иллюзия что ничего страшного можно поесть и через час через два через три можно полдня вообще не есть не критично но если на такое пищевое поведение на такое отношение посмотреть в перспективе допустим 10-15 лет то за эти 10-15 лет такого отношения можно вполне себе набрать 10-20-30-50 лишних килограммов а 10-20-30-50 лишних килограммов по статистике сокращают жизни там на 7-10-15 лет ну смотря там какая степень жарения и получается что когда сейчас сегодня я себя вовремя не покормила то я делаю вклад в то чтобы прожить на определенное количество лет меньше в итоге это одна сторона медали а вторая сторона медали еще как я проживу то количество лет которые проживу с каким качествами я их проживу потому что одно дело количество прожитых лет а другое дело еще их качество и если учесть что лишний вес это почти всегда да рано или поздно то что приводит к повышенному давлению сахарному диабету второго типа да без нусулина ишемической болезни сердца и кучи других как бы рисков то тут речь не только про продолжительность но и про само качество прожитой проживаемой жизни и своевременность питания она здесь играет ну очень важную роль то есть скажем так пока вы своевременно не начнете себя кормить то есть есть когда голод бессмысленно анализировать психологические эмоциональные причины заедания говорить о том что делать когда вы там расстроены когда вам скучно или когда вы злитесь чтобы не пойти не наесться вот про это нет никакого смысла говорить пока не наладится нормальное своевременное питание когда во время голода вы себя будете кормить вот когда вы это начнете налаживать да там есть смысл говорить про то что еще влияет а пока давайте начнем с этого что еще по поводу сказать давайте может быть какие сейчас есть вопросы по этой теме все ли понятно все ли понятно со всем ли согласным может быть что-то вызывает сопротивление сразу же тоже про это напишите вопрос ну вот это característica Если кто-то сейчас пишет, да, вот пока, то скажу еще сразу. Смотрите, Оксана, вода это вода, еда это еда. То есть это не связанные в данном случае вещи напрямую. То есть выпиваете один-двадцать стаканов воды, ради бога. Но независимо от этого, в течение полутора часов после сна, надо, чтобы у вас был завтрак. Не позже, чем через полтора часа после сна. Значит, как я говорил, кроме наших онлайн занятий, да, еще предполагается участие в закрытой группе ВКонтакте. Ссылку на нее я сейчас посылаю. То есть по ссылке щелкаетесь, там надо подать заявку. Я вас в эту группу добавляю. Соответственно, вам становятся доступны все материалы и обсуждения. Вот. Сейчас на вопросы отвечу. В этой группе есть разные аудиотренинги. Все их пока слушать не надо. Я буду по мере наших занятий говорить там, ну, какие уже в тему сейчас будет, да, послушать. Там есть разные еще материалы текстовые. И там есть обсуждения, собственно говоря. Да, вот где мы с участниками общаемся. И там одна из основных тем. Вы увидите там больше всего сообщений. Вот. Там как раз можно писать любые вопросы, которые возникают. Комментарии. Если у вас что-то не получается. Или наоборот что-то получается. Вы хотите поделиться каким-то открытием. Это тоже очень ценно. И об этом тоже стоит, ну, писать. Вот. То есть это все вот в этой теме можно сделать. Угу. Угу. Да, Таня. Ну, про творог. В данном случае это не будет задействовать вот этот механизм пищевого термогенеза. Если только вы творог не подогрейте, предположим. Например, я иногда, когда творог покупаю, я, ну, как бы мне просто... Не про то, что я там прям обмена веществ сильно хочу себя увеличить. Вроде бы потребности сильной такой нету. Мне лично просто не особо комфортно холодный творог есть. Вот прям из холодильника, да. И я, мне не в улом там в микроволновке подогреть. Ну, чтобы, конечно, он не превратился там в непонятно что, да. То есть подогреть до уровня, чтобы он был теплый. И там что-нибудь добавить туда, да. И вот вполне. Мне просто, ну, как приятнее есть. Вот. Не позднее какого времени? Я сказал, не позднее полутора часов после пробуждения. Творог и горячий чай, понимаете. Ну, это как бы понятно, что тут есть варианты как-то вроде как схитрить, да. Но творог и горячий чай, это не то же самое, что, например, там сырники горячие, да. Почему? Потому что вот вы едите творог, он холодный и горячий чай. Чай это жидкость. Жидкость быстро покидает желудок, даже если она горячая. И что там остается? Там остается холодный творог. Ну, может он уже не такой холодный, но тем не менее, да. А если вы едите сырники, допустим, ну, или творог вот теплый, как я сказал, да. То поскольку творог перевариваться будет, ну, где-то в пределах одного-полутора часов, плюс-минус, да. То вот это время, как бы, да, он будет там находиться, вот эта вот теплая пища. В то время как горячий чай, он, пища останется, да. То температура, которую вы съели горячий чай, он, ну, как, покинет желудок, потому что эта жидкость быстро покинет. Поэтому, если выбирать между просто холодным творогом и холодным творогом с чаем, то, конечно, с чаем лучше. Но если выбирать между холодным творогом с чаем, например, сырники или каша, да, то вот эти вот последние варианты будут лучше, потому что там сама еда будет горячая. Вот таким вот образом. Так, про группу это я сказал. Значит, дальше. Если вы не подписаны на нашу рассылку, она же называется еще онлайн-курс «Встроенное настроение», которая приходит на электронку бесплатно примерно раз, пару раз в месяц, то вот здесь можно на нее подписаться. Там просто много интересных разных материалов, статьи разные, иногда видео там и прочее, да. И это приходит вам на электронку, то есть это такое дополнительное обучение бесплатное фактически. Ну, Оксана, я сказал, сытный и горячий завтрак, да. То есть, с одной стороны горячая еда, с другой стороны сытная. Потому что, если вы просто выпили горячий кофе с сахаром и с молоком, ну, как бы это горячая, но это не еда, это питье. Если вы выпили чай с конфеткой, ну, как бы конфетка ее через там 15 минут не будет в желудке. Поэтому лучше сочетание горячей, то есть температуры, да, и сытной, то есть того, что будет в желудке дольше оставаться. Вот. Подробнее о, ну, вот, самом рационе, там, что, как, что есть, да. Мы, у нас отдельное будет занятие, то есть отдельно на это что-то будем говорить. Ну, как раз, собственно, в следующий раз уже. Горячий бутерброд с сыром, может быть. Тут, как бы, вопрос в нюансах будет, да, что входит в этот бутерброд, потому что все-таки, например, есть разница между бутербродом, допустим, из черного хлеба и с куском сыра, и бутербродом, например, с батона, состоящего из батона, масла, сыра, колбасы и, допустим, майонеза еще сверху. А некоторые вполне такое делают. Тоже горячий бутерброд, да, тоже. Но все-таки будет разница между тем и другим. То есть сытость-то они, может быть, примерно одинаковую дадут, но, как бы, ненужной энергии во втором будет гораздо больше. А так, в принципе, да, может быть, такой вариант. Другой вопрос. Насколько хватит вам такой еды? А бутерброда такого, скорее всего, хватит где-то на час-полтора максимум. Потом начнет потихонечку накапливаться голод, вот, и, соответственно, тогда надо что-то будет снова поесть. А если вы этот же горячий бутерброд съедите еще и вместе с тарелкой каши, допустим, как вариант, то такого завтрака вам хватит часа там на два с половиной, на три. То есть все это время вы не будете чувствовать голод. Поэтому вот, ну, это уже такие моменты, да, мы про них еще более подробно потом будем говорить. Так, что еще из заданий? Ну, и вот начать вести дневник питания. Дневник питания можно вести в электронном виде, там, на компьютере, в телефоне, в блокноте, как хотите. Вот, но я рекомендую его завести. Тем более, что когда будут у вас какие-то вопросы, и вам нужна будет моя помощь, да, консультация, в процессе или группы, или после, мне всегда важно посмотреть объективную картину, то есть дневник питания. Просто со слов, когда человек говорит, да нет, знаете, я там нормально все питаюсь, как бы у меня все соблюдаю. Ну, я всегда говорю, знаете, извините, но я не могу вам поверить на слово, пока я не увижу дневник. Потому что я знаю, как работают механизмы, психологические механизмы защиты, когда человек что-то не видит, забывает неосознанно, искажает и так далее, да. И ему кажется, что у него все нормально в питании, но почему-то вес не снижается. А потом мы смотрим дневник, и оказывается, что вот здесь, вот здесь, вот здесь конкретные косяки, конкретные нарушения, а он их там не замечал, не понимал, там и так далее. Кроме того, дневник питания, вот в таком виде именно, как у нас, да, он стимулирует ваши размышления, размышления насчет того, что, когда, сколько вы едите. Вот, это очень важно. То есть это и помогает становиться более осознанным. В процессе приема пищи. Ну вот, в принципе, на сегодня такие основные моменты мы с вами разобрали. То есть пока начать есть, когда голод. Добавляйтесь в группу. Подписывайтесь, если вы еще не получаете нашу рассылку на рассылку. Да, про время напомню еще раз. У нас с вами занятия по понедельникам и пятницам. Соответственно, следующее будет в понедельник. Всегда в одно и то же время с 7 до 9 по московскому времени. Если вы вдруг опаздываете или там не можете быть на занятии, большая просьба, предупредите, пожалуйста, заранее. Напишите мне там по электронке, в СМСке, ВКонтакте, как угодно. Потому что у нас все равно есть критическое количество, минимальное, при котором занятие состоится там, либо не состоится. И мы тогда переносим. И вот, ну, как бы надо знать заранее. Поэтому если вдруг у вас что-то такое, предупредите, пожалуйста. А так все занятия записываются, записи выкладываются, как правило, на следующий день. Но иногда максимум через день после занятия. Там же выкладываются в нашей закрытой группе. Там есть раздел видеозаписи. То есть там они будут появляться. Вот, поэтому с этого давайте пока начнем. И, соответственно, в понедельник поговорим, как у вас все получается. И там уже будем разбирать следующий вопрос. Вопрос, что я ем. Поэтому на сегодня мы завершаем. Будем с вами тогда еще в закрытой группе там общаться до следующего занятия. И увидимся уже в понедельник. Так что хороших вам плодотворных выходных. Без ссылки. Она так и называется, по-моему, онлайн-группа осознанного питания. Как-то так сейчас я вам подскажу. Онлайн-группа по осознанному питанию. Она так вот называется. Она закрытая, то есть туда надо нажать там «Добавить заявку», подать заявку и я вас добавлю. Ссылку еще раз, если кто-то вдруг пропустил, еще раз ссылку посылаю на эту группу. Хорошо. Ну, все тогда мы на сегодня завершаем. Спасибо вам большое за участие. И тогда до понедельника. Хороших вам выходных. Субтитры сделал DimaTorzok